Накануне в регионе прошел губернаторский молодежный бал. По традиции он собрал самых активных и талантливых. Но мы предлагаем посмотреть на этот вечер немного под другим углом. О закулисье предновогоднего торжества репортаж Артема Петрова. Они уже в пышных платьях и строгих костюмах. Все без исключения участники губернаторского бала прибыли в Ленинский мемориал задолго до начала праздника. Пока есть свободное время, позируют фотографом подряд за горячим эспрессо. Бармен едва успевает добавлять зерна в аппарат. Да и в общении сегодня нет никаких рамок и границ. Вот, например, министр молодежного развития помогает студентам сделать отличные снимки. Здесь от сердца, от души идет участие в этом губернаторском балу. Мы абсолютно всех брали на этот губернаторский бал. Здесь порядка 600 человек. Многие просто приятно коротают вечер. А вот Сергей Дегулев пришел на губернаторский бал за своей судьбой Анастасией. Они познакомились на одной из репетиций бала прошлогоднего. И вот теперь возле сердца у Сергея с собой обручальное кольцо. Как думаешь, какой ответ будет? Пока даже не знаю. Но думаю, что он согласится все-таки. До начала губернаторского молодежного балу остались считанные минуты. А пока участники еще раз повторяют движение. Находятся в фотозонах, делают снимки на память. И уже совсем скоро на их лицах появятся маски. И воцарится настоящая новогодняя атмосфера. Кадеты помогают дамам поправить прическу. Будущие пилоты пополняют запасы энергии. Девушки же вживаются в образ золушки и привыкают к новым нарядам. Ходить не сложно в таком пышном платье? Сложно, но мы стараемся, привыкаем. Красота требует жертв. Что сложнее, выбрать наряд или партнера? Наряд. Да, пожалуй, наряд. Только теперь три сотни пар появляются из-за кулис мем-центра. И вот на балл прибыл уже кульбернатор. После приветственной речи начнется главное событие этого вечера. Сергей Морозов подчеркнул, что современная молодежь взяла высокую планку. Но чем выше, тем больше трудностей. И залог их преодоления – это сильные, успешные и креативные люди. Подытожил выступление глава региона тем, что этот вечер действительно долгожданный. Вечер, на который перед каждым Новым годом собираетесь вы, лучшие представители нашей замечательной молодежи, которая своей молодостью, которая своим азартом, своим оптимизмом и инициативностью олицетворяет современный Ульяновский регион. Уже по традиции на молодежном балу самым активным и талантливым представителям молодежи вручили губернаторскую стипендию имени Владимира Клауса. В научной и общественной жизни региона отличились сразу 25 человек. Награждаемых так много, что некоторые уже просто не могут дождаться начала танца. И это при том, что все идет строго по регламенту. За его соблюдением неукоснительно со стороны наблюдает шеф губернаторского протокола. Самая же главная награда вечера адресована волонтерам победы. Это благодарность за подписью президента России. Указом Владимира Путина 2018 в стране прошел под эгидой Года добровольца. Волонтеры на этом празднике – почетные гости. Работа волонтера заключается в многогранности. Выполняется простую, но очень важную составляющую каждого мероприятия. После торжественной части в зале гаснет свет. На большом экране начинают проявляться образы мужчины и женщины. Это главная интрига вечера. Сергей готов сделать предложение руки и сердца. Его спутница явно не ожидала такого сюрприза. Девушка едва сдерживает слезы и под восторженные крики из зала принимает обручальное кольцо. Очень неожиданно все. Я нервничаю сильно. Конечно же, я рада, потому что это мой человек. И вот теперь пары начинают кружиться в ритме вальса. К губернаторскому балу они готовились неделями. Позади 15 репетиций. Досконально изучены 9 различных танцев. На этот раз тематика губернаторского бала – театр. Поэтому дамы и кавалеры оплачены в маске. А вот на сцене волонтеры передают эстафету актерам. Год добровольца сменяется годом театра в России. Артем Петров и Александр Абрамов. Вести. Ульяновск.